Трагедию легче предупредить, чем ликвидировать ее последствия. И здесь на помощь силовым структурам, пожарным и спасателям приходят органы территориального самоуправления. По факту это связующее звено между государственными структурами и местным населением. Координаторы ТОС всегда знают, что происходит на их территориях, и в случае возникновения нештатной ситуации напрямую оповещают специальные службы. Кто, как не вы, знает на месте, где нужна помощь каким-то маломобильным гражданам, которые могут пострадать в первую очередь при пожаре. Кто, как не вы, знает, куда нужно направить силы и средства, может быть, где-то ручей забился, речка. Сейчас в Анапе работают 150 органов территориального самоуправления. Они напрямую взаимодействуют с населением. В зимний период резко увеличивается количество пожаров. Причина – нарушение элементарных правил техники безопасности. Пожарные обратились к общественникам с просьбой усилить контроль за ситуацией, а на общественных сходах провести разъяснительную работу. Особое внимание уделить пенсионерам и социально неблагополучным семьям. Пожар может привести к трагедии. Поводой человек 16-летнего возраста остался один дома, а с утра встал, решил приготовить себе завтрак и не почувствовал, что травит газ, как мы говорили, вот про взрывы бытового газа. Только зажег спичку, произошел хлопок, загорание всех штор, таких легковоспламеняющихся конструкций. И тоже молодой парень получил значительные ожоги, попал в краевую больницу, в ожоговый центр. Как действовать во время подтопления? Сегодня эта тема как никогда актуальна. С каждым годом количество и частота выпадаемых осадков увеличивается. Здесь счет иногда может идти на минуты. Общественникам важно знать, как провести оповещение населения и грамотно организовать эвакуацию, не дожидаясь прибытия оперативных служб. Это опасное явление. Раньше оно проходило порядка 25-30 лет один раз. Но, к сожалению, в последнее время климат меняется, и такие явления отмечаются уже в течение периода 2-3 года. Что такое 111 миллиметров осадков? Все знакомые с алифметикой – это 11 ледер воды на 1 квадратный метр. В завершении встречи участники совещания получили памятки с правилами поведения в случае чрезвычайной ситуации. Следующее совещание состоится в феврале. Общественники обсудят вопросы с социальными службами города. Руслан Душевский. Анапа. Регион.